Сегодня под конец рабочего дня в Чувашии с визитом побывал министр транспорта России Максим Соколов. Он обсудил с главой Чувашии вопросы развития дорожной отрасли и транспортной сферы республики. Подробнее об этом мы расскажем в информационном выпуске программы «Республика завтра», а сейчас с другим новостям. Инфляция в Чувашии в первом квартале составила 1,9%, и это ниже, чем по России. Какими показателями отмечены первые три месяца 2016 года, обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. Среди основных тенденций первого квартала – рост промышленного производства, сельского хозяйства, увеличение темпов роста заработной платы больше, чем на 3%. В промышленности 106,8%. Такой же показатель у нас в обрабатывающей производстве – это 106,9%. Мы находимся сегодня по приросту федерального круга, вы видите, на втором месте, поступая в Адмуртии только. И по всем подвидам деятельности у нас тоже практически по всем наблюдается увеличение темпов роста. Объем отгруженный продукт, если в рублях, то это рост 7,9%, почти 8%. Как обычно, в числе лидеров – электротехническая, химическая и обрабатывающая отрасли. Ряд предприятий машиностроения по выпуску спецавтомобилей, автофургонов, силовых агрегатов. Пищевая промышленность продемонстрировала хорошие возможности для импортозамещения. Рост объемов производства на 16%. Больше чем на 3% увеличилась средняя заработная плата, но в то же время выросла и задолженность некоторых предприятий перед своими работниками. Глава Чувашии потребовал принять жесткие меры в отношении неплательщиков. По отраслевому принципу, сегодня официально высветили на слайде, по каким министерствам все эти долги по зарплате. И какая сумма, кто является там директором, нанятым менеджером, появляется бенефициаром, учредителем. И почему не погашают на сегодняшний день долги по зарплате. Отдельно рассмотрели ситуацию с вынужденным отпуском сотрудников концерна «Тракторные заводы». 30 тысяч человек будет задействованы на повышение квалификации и на общественных работах. То есть около 30% работников тракторного завода будут участвовать в программе дополнительных мер по снижению напряженности нормы. Еще одно поручение Министерству труда и социальной защиты, чтобы к 9 мая ветераны, нуждающиеся в жилье и стоящие в очереди на этот год, получили сертификаты. Об исполнении бюджета доложила министр финансов Светлана Янилина. Собственные доходы республики составили 9,3 миллиарда рублей, и это почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы – 8,7 миллиарда рублей. На совещании обсудили и вопросы подготовки к пожароопасному сезону. По словам министра природных ресурсов и председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, никаких проблем нет. Готовность всех служб и техники – 100%. Приятная новость. Город Чебоксары по итогам опроса, проведенного аналитиками портала «Домофонд.ру», вошел в топ-10 экологически чистых городов России. Жители столицы Чувашии оценили местную экологию на 7,5 баллов из 10 возможных. В итоге Чебоксары заняли третью строчку эко-рейтинга городов, поделив ее с Нальчиком. Средний показатель по городам России составил 6,6 баллов. Темпы не снижать, соответственно, дальше также работать и создавать красоту и благоприятную комфортную среду для горожан и гостей города Чебоксары. Елена Кальперина, Расиль Мухаммедов, Республика.